здравствуйте уважаемые трейдеры и инвесторы с вами на связи виталий кухта сегодня у нас пятница 4 сентября как всегда у нас по пятницам программа открытый микрофон о возможности по свободному времени у меня сегодня мы сделаем как всегда анализ тех идей которые я давал прошлую пятницу также дам свои предположения по рынку на текущий момент и так что было в прошлую пятницу я обсуждал всего три инструмента это нефть индекс страха и нефть я предлагал шапить нефть марки бренд ниже 4620 я предлагал шортить вот здесь торговались прошлую пятницу да на так диапазоне все что ниже данного уровня предлагалось играть на понижение со стоп лоссами за вот этот ложный пробой который у нас был прошлой неделе куда стоп на принципе мы пытались этот хай обновить но не смогли там несколько центов не добили и цена благополучно ушла вниз достаточно неплохо мы подошли на данный момент к уровню поддержки достаточно сильного 4350 его вчера кольнули сейчас идет какая-то борьба за данный уровень нефть марки бренд я лично не торговал торговал нефть марки light но рекомендации также давал своим подписчикам в канале сигналов что можно шортить на выбор light или бренд на текущий момент основную часть сделок я закрыл скажем основную позицию на оставил там немножко для возможно возможно дальнейшего снижения потому что мы уже достаточно долго растем несколько месяцев принципе может эта коррекция после длительного роста затянуться и и более глубоко скажем еще там на несколько долларов ниже но почему я закрыл часть позиции так как опыт который был у меня в прошлый прошлые три месяца допустим июнь здесь тоже я предлагал шарпить нефть если кто помнит смотрел битву трейдеров данном диапазоне шарпить мы неплохо ушли там тоже три доллара четыре и дальше цену откупили сделали новый перехай поэтому нужно всегда часть сделки закрывать аналогично были рекомендации повыше я также шарпил лично в этом диапазоне помню уходили ниже снова купили поэтому я стараюсь если допустим я рассчитываю что мы с точки допустим вот этой с точки а условно я думаю что цена уйдет в точку б условно вот так тренд цена может как дойти к данной точке так может уйти условно сюда а потом снова наверх поэтому я стараюсь если цена будет мою сторону определенное количество пунктов там есть определенная методика по которой его считываете пункты я часть закрываю чтобы не потерять ту текущую прибыль которую у меня с данной точке потому что цена с данной точки может уйти как дальше вниз я могу больше заработать а может уйти наверх я могу потерять и скажем идет потеря не только денег потеря время время это день потом следующий месяц условно возможно не будет таких возможностей поэтому на текущий момент я предполагаю что цена дальше будет будет идти вниз точек кода на текущий момент я не вижу после какой-то коррекции возможно здесь по нефти я буду присматриваться и уже посмотреть какая будет структура дальше советовать конкретно уже какие-то рекомендации на понижение возможно возможно там на следующих битвах трейдов и следующих обзоров но пока я удерживаю идею на шорт и сделки на шорт те кто послушался моих рекомендаций здесь шортил в принципе можно часть сделки оставить вот и сделочка по нефти марки light вот вот этот шорт и открывал ниже уровня 43 23 43 48 были сильные уровни ложный пробой здесь были также торговые модели хорошие я же часть сделать здесь поскидывал на определенный объем и часть оставил на возможно более глубокую какую-то коррекцию в район там 39 возможно там 35 в принципе вот этом диапазоне 39 и там 34 с копейками 35 возможно вы сюда уйдем со времени возможно будут переходить это время покажет принципе я давал рекомендации так канале сигналов ну вот ну вот я писал ребятам с понедельника сейчас мы посмотрим вот нефть марки бренд я писал это если ничего это повторник или понедельник вечером вот здесь вот вот таким образом я делал этот шорт в принципе так и произошел и нефть марки light вот аналогично все описал почему причина шорта то есть в канале сигнала это вот сюда это первое сентября было я скажем всегда описываю причины шорта и так далее дальше что также было еще в прошлый раз это викс индекс траха и снп 500 индекс траха отработал ну просто очень красиво по нему была модель я в прошлый раз посмотрите я рассказывал причины ланга была очень хорошая модель корень который я люблю торговать мы торговались в пятницу когда я советовал покупать это вот здесь своим скажем подписчикам на сигналы я советовал в этом диапазоне покупать то есть у них была возможность раньше купить пониже также набитки трейдеров на прошлой неделе я советовал то есть к этому уровню присмотреться выше данном уровне пробовать покупать и ну такого взрывного роста скажем я как бы ожидал но ожидание это одно факт уже получился очень хороший такой прострел в принципе мы сделали с уровня 25 практически на 35 это более 30 процентов то есть от стоимости актива это еще учитывая плечо то есть очень взрывной рост получился я здесь частями скидывал в принципе уже вышел полностью со сделки первая фиксация у меня была вот здесь где-то в этом диапазоне я скинул вторая часть вчера и сегодня вышел полностью в принципе цена может продолжить дальше двигаться наверх по индексу страха или через какую-то коррекцию дальше наверх то есть пока у меня на данный момент по инструменту я вне рынка нахожусь так как я уже отработал свой скажем паттерн в принципе по индексу страха снижение по фондовым индексом сша аналогично было зимой когда вот здесь индекс страха рисовал лонг какие на текущем моменте смп 500 аналогично вот у нас был февраль март здесь январь февраль вот этот момент индекс страха показывал рисуется лонг то есть какие-то опасения будут по рынку и в принципе на тот момент смп 500 аналогично рисовал шорт идеи но каких-то паттернов сильных не было аналогично как и здесь я советовал смп 500 прошлую пятницу в этом диапазоне шортить мои шорты скажем были обоснованы тем что были только локальные модели на H1 на дневных графиках не было сигналов я там предупреждал были дивергенции на дневном графике на часовиках смп вот эти идеи которые с локальными стопами не не отработал идею я здесь получил два небольших стопатки по 15 пунктов один даже был без убыток но в общем идея себя начала отрабатывать чуть-чуть ушли выше это аналогично было как январе феврале просто можно было я и в то время говорил что можно шортить небольшим объемом так как может произойти обвал в любое время но самое удачное что произошло по фондовым индексом это nasdaq я шортанул вчера аналогично дневных моделей никаких не было только на часовиках вот я писал так же своим подписчикам шортить nasdaq вчера сейчас мы посмотрим аналогично вот индекс страха я вчера писал что он смотрится на на прострел наверх поджатие есть и вот индекс nasdaq скидывал торговую модель что здесь рисуется шорт вот у нас диургенция на часовичках плюс у нас есть импульс локальный заходной это кстати после после сплита по тесла по apple их так скинули плюс вот этот фон весь что все начали покупать теслу apple потому что они якобы дешевле вот эти все новостные заголовки по всем сайтам финансовым да я это еще как бы вдобавок было то что я писал ребятам что это будет предпосылка для шорта очень красиво мы здесь ребята шортили вот вчера мне скидывали сделочки мои ученики по по nasdaq здесь все шортили что на данный момент я ожидаю как и по s&p 500 дальнейшее снижение скажем сделка без убытки по nasdaq я не закрывал часть весь объем который у меня был с небольшим стопом вчера и ожидая дальнейшее снижение как оно будет через какую-то коррекцию из текущих пока точек входа я не вижу посмотрим что дальше будет рисовать конечно не исключаю что это все может быть просто скинули дальше мы пойдем на перехай но хотелось бы какую-то более глубокую коррекцию такой у нас тренд большой да без откатов без откатов и хотелось бы немножко пониже хотя бы на 10-15 процентов возможно 20 уйти пониже и потом уже дальше смотреть поэтому на этом получилось неплохо заработать аналогично с на 10-15 процентов конечно мы сейчас подошли к трендовой да можем отсюда отбиться но я бы подождал какую-то коррекцию и дальше входил в шорт доу-джонс я не торговал что еще по рыночку можно сказать в принципе кстати NASDAQ вот я вчера показывал ребятам золото мы по аналогичному паттерну смотрите золото NASDAQ как они все одинаково ходят сейчас я подскажу я вчера как раз мы Tesla рассматривали вчера на премаркете что они показывают шорт вот я вчера писал Tesla на премаркет еще до открытия торгов 16-30 торговались в минусе то есть это показывало что Apple так вот у нас получается золото вот смотрите золото 7 августа я вот вчера рассматривал с ребятами вот я показывал аналогично была аналогичный паттерн дивергенция на часовика это было 7 августа по золоту импульс вот коррекция практически в 1 в 1 у нас пошло падение так сейчас переключаемся немножко с фондового рынка из нефти переключаемся в сторону скажем валютного рынка по валютному рынку что я могу сказать на текущий момент кто смотрел битву трейдеров в пятницу точнее в среду я советовал продавать евро доллар рост индекса доллара я смотрел то есть доллар по всем парам на рост на текущий момент какая картинка то есть ребятам я еще советовал шортить своим подписчикам в канале в районе 1.19.65 где сложный пробой мы уже часть основную зафиксировали по евро доллару я также все закрыл часть оставили по желанию трейдеров так как сейчас ситуация такая либо мы сейчас идем на пробой вчерашнего минимума и улетаем вниз обновляем 17.50 скажем этот вариант он пока скажем такой основной есть альтернатива мы можем сегодня здесь еще проторговаться сегодня у нас новость и вот с этого диапазона там 18.20 18.30 мы можем уйти на какую-то коррекцию потому что у нас пошел здесь импульс такой хороший да мы можем уйти на коррекцию и дальше уже будет видно что там что там будет обновлять хай или здесь застроение в каком-то боковике поэтому ситуация такая щепетильная на все 100% непонятная аналогично доллар франк ситуация у него под девочком вот с текущих с текущих прям с текущих мы можем обновить максимумы улететь очень хорошо наверх но если мы будем обновлять вот эти минимумы вчерашний минимум за вчерашний цена может улететь в принципе вниз коррекционно или достаточно сильно аналогично пока на текущий момент вижу вот ребятам еще сигнал давал в начале недели вот здесь на минимумах то есть это был вторник вторник давал покупочку мы уже часть зафиксировали фунт доллар висит у меня еще небольшая часть шарта вот в пятницу еще в прошлое так получается в среду на битве трейдеров советовал шартить вот в этом диапазоне мы немножко в принципе отпадали сколько в пунктах примерно от 100 пунктов в принципе я часть уже закрыл я еще советовал во вторник вечером шартить ребятам в канале сигналов хороший сигнал дивергенция пин бар ложный пробой там локального уровня в принципе есть вариант еще уйти пониже то есть на более какую-то глубокую коррекцию хотя есть признаки у нас вот поддержка 3260 зеркальный уровень можем не отбиться плюс у нас дивергенция дневная пока ожидаю пониже ну скажем это рынок здесь у нас тренд достаточно сильный у нас в принципе возможно все все по этому рынку аналогично как и евро доллар все инструменты в принципе аналогичная картинка сирийский доллар он пока скажем в локальном шартовом тренде тоже советовал шахтить канадский доллар аналогично позавчера покупочки то есть все у меня было на рост доллара по всем парам то есть аналогично вот у нас индекс доллара в среду на битве тоже этого покупочки ну и в принципе все еще золото осталось единственное что не отработалось скажем со всех идей которые я обсуждал фондовый фондовый индекс смп 500 локально не отработался но в итоге ушел и золото то есть эта покупочка которая еще даже советовал своим ребятам здесь покупать хотя вопреки сигналу на шорт я упомянул со мной связывался мой ученик во вторник и говорит виталий здесь рисуется шорт по золоту я такой он не обосновал хорошо я в принципе был согласен потому что это видел тоже но скажем как-то я посмотрел в сторону покупок и с текущих я вот здесь покупал в моменте была прибыль и дальше скажем получил стоп лосс скажем в таком формате на текущий момент такая же ситуация как по евро аналогично мы достаточно сильно евро скинули и золото скинули сильно и вот этот момент мне покупку сильно не нравится аналогично как евро смотрите вот аналогично вот такие падения есть пин бар вот по золоту ну здесь не не так то тоже тренд как и по евро но я как-то такое мне 50 на 50 здесь вы можете в любую сторону становиться если верить в золото это я конечно шорт пропустил ну так бывает скажи не все идеи срабатывают поэтому сейчас такое понимание по рынку именно евро и другие валюты которые могут прострелить в любую сторону но есть точки входа и вы уже выбираете эту сторону верите в рост или скажем в шорт по евро доллару поэтому на этой скажем ноте мы закончим в принципе эта неделя была очень хорошей много идей отработалась кто-то очень хорошо то есть валюты валютные пары в принципе там 50 до 100 пунктов индекс траха лучше всех то есть показал взрывной рост на нем можно заработать очень хорошо было NASDAQ тоже хорошую прибыль но это прибыль возможно я буду дальше фиксировать часть но хотелось бы поддержать на более глубокую коррекцию или получить тот ну и нефть конечно порадовала идея отработалась пока смотрю в шорт конечно не исключаю через какую-то коррекцию этот шорт потому что с текущих в принципе я не люблю скажем вот такие моменты допустим когда у нас падение такое да я люблю какой здесь да у нас падение я люблю его через коррекцию дальше в шорт потому что вот здесь шарки куда стоп ставить ставить стоп лосс большой нету смысла потому что можно можно попасть на скажем на вот такой лон да получить большой быт конечно может из таких проторговок уходить вниз здесь к примеру как был биткоин вот вот здесь да кстати я пропустил вот эти все шорты я не торговал потому что был занят индексами американскими да вот здесь было такое сильное сильное падение импульс и вот здесь была неплохая проторговка у меня ученик Виктор продавал вот здесь биткоин в принципе вот это движение взял вчера если не ошибаюсь полностью вышел или частично не знаю точно на сегодня взял еще вот это падение бывают такие моменты бывают вот как вот здесь да допустим вот импульсное движение потом коррекция продавать вот здесь на минимум нету смысла потому что цена может уйти наверх то есть аналогично как вот сейчас продавать в принципе как бы есть предпосылки к падению но если оно будет через коррекцию и вот так вниз это второе поэтому если будут какие то вопросы пишите комментарии пишите в личку телеграм фейсбук по поводу подписок на торговые сигналы здесь вы не только скажем можете зарабатывать на сигналах еще обучаться потому что все скажем рекомендации они носят характер также обучающегося формата все расписывается почему шорт и так далее все на этом заканчиваем с вами был Виталий Кухта также если интересует обучение в принципе на сайте вы можете скажем всю информацию узнать под видео всегда есть информация по обучению там есть на сайте кухтакеппо.ком персональный наставник там все вся информация из обучения так всем спасибо до свидания профита до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания